Добрый день. Вы слушаете передачу политикового микрофона Леон Вайнстайн. Наш сегодняшний гость был везде, делал абсолютно все, награжден бесчисленными орденами, медалями и грамотами за это все, что он делал. Но давайте представлю формально все-таки. Григорий Амнуэль. Продюсер, кинорежиссер, политик, журналист, автор 24 публицистических фильмов, многие из которых получили призы международных фестивалей. Многие годы был членом редколлегии журнала «Посев», запрещенного в СССР. Ответственный секретарь Европейского клуба Государственной Думы. Офицер высшего ордена Латвийской республики Орден трех звезд. Кавалер медали имени Иоанна Павла. А за фильм «Пробуждение» это хроника переломных дней награжден медалью «Защитнику свободной России». Продолжать читать не буду и рассказывать, потому что иначе тогда не будет передачи, если все пересказывать. Гриша, добрый день. Добрый день. А ты сейчас опять путешествуешь, мы тебя поймали в Польше. Что ты там делаешь? Это это «плэжер» или «бизнес»? Плэжер не бывает в бизнесе, тоже не бывает в российском понимании. Я занимаюсь попыткой реализовать один новый свой проект. Так. Какой проект? Я знаю, что ты вроде бы поехал туда памятник предлагать, устанавливать. И знаю, что ты по твоей инициативе и по твоим руководствам в России было установлено несколько памятников. Я прав? Да. Удалось. Ага. Ну, расскажи о каком-нибудь одном. Какой, например, памятник? Самый важный для меня, и думаю, что для России тоже, да и для Польши он очень важен, это памятник Иоанну Павлу II, который был открыт 14 октября 2011 года в 2,5 километрах от Красной площади в Атриуме, библиотеке иностранной литературы. Это первый в истории всей российской государственности, то есть тысячелетний, как это утверждают некоторые историки, памятник к римскому фонтисту. Ага. А-а-а. То есть вот приходит тебе в голову, скажем, такая мысль, а не установить ли мне памятник вот такому человеку? И что ты после этого делаешь? Как ты пробиваешься к тому, что его все-таки поставили? Ну, меня научили быть продюсером значительно раньше, чем это слово стало приличным на территории одной шестой части суши. Поэтому, как реализовывать свои проекты, я, в общем, умею. Знаю. Окей. Итак, на самом деле... Я про это подробно рассказал в книге «Создать памятник», который, в общем, можно найти. Ага. То есть, если кто-то захочет создать памятник где-нибудь, скажем, или на одной шестой, или на всей остальной части суши, то надо купить книжку Григория Абнуэля о том, как создать памятник. Правильно? Ну, в общем, она может помочь. Уж на одной шестой части суши точно. Значит, дамы и господа, слушатели, первый час мы будем говорить, разговаривать с Григорием, а потом мы, так сказать, дадим еще раз наш телефон здесь, который многим известен. И надеюсь, что будет много звонков, потому что у нас целый каскад тем. Дело в том, что я не просто так начал с того, что Григорий везде был, все делал и являлся продюсером еще до того, как это слово было завезено в Россию. Просто по той причине я это сказал, что его можно спрашивать практически на любые темы. Он обязательно либо об этом писал книгу, либо статью, либо снимал фильм, либо в дебатах участвовал, либо кого-то в чем-то уговаривал. В общем, Гриш, вот совершенно вот задаю, что называется, от стенки тему. У меня всегда вызывало полное изумление, значит, восхищение и преклонение, ну, то, что у нас называются левых, я бы назвал их леваками, да, перед тиранами. Там они обожали, там, в Америке Сталина обожали, в Европе тоже, там, называли его Папа Джо. Преклонялись перед Мао, значит, и тот, и другой кошмарные убийцы, как мы все знаем. До сих пор поют гимны к еще одному кошмарному убийце по имени Че Гевара. Любят Кастро, ну, просто вот всепоглощающей любовью. А сейчас в полном восторге от мусульман, которые попирают, ну, все либеральные ценности. Избивают там, убивают женщин, убивают геев, запрещают свободомыслия, устраивают прогромы иноверцам. Вот почему с твоей точки зрения, с твоего опыта жизненного, так называемые левопрогрессивные. Я знаю, что лево в России немножко другое значение имеет, но у нас-то больше идет разговор о социалистах, и еще краснее, чем социалисты. Почему они так любят убийц и уродов, стоящих на прямо противоположных идеологических позициях от них самих? Ну, я бы добавил к твоему стиску в начале нашего разговора еще одного левого, который возглавлял национал-социалистическую партию Германии, которого звали Адольф Гиттер. Он левый. Но наши левые его не любят. Ну, на определенном этапе истории тоже любили, между прочим. В том-то и дело, что левая идеология, которая во многом ставит равноправие и кажущееся равенство между людьми, очень и очень для многих является завидной ситуацией. И многие уверены, что некий сильный лидер может решить и их личные проблемы. Не нужно учиться, не нужно работать, не нужно что-то знать. Есть великий вождь, есть светлая идея и убеждение в том, что он все знает, и что он все разделит поровну между всеми, и все будут счастливы. И вот эта вот идея, она поражает человечество. То там, то там, то там. В том числе она поражает, конечно, и западные полуцария. То есть, ты хочешь сказать, что вот идея, типично российская такая старинная идея о хорошем там царе, о барине там, которому надо пойти и рассказать, что вот вокруг него там плохие люди, они грабят и убивают, а барин там или царь, он придет, и он добрый и справедливый и поможет, она поражает и запад тоже? Она поражает и запад тоже, безусловно. Тем более, что запад в большинстве своем знает именно вот то, о чем я сказал, но не знает тот кровавый кошмар, через который пришлось пройти восток в борьбе за получение данного лакомого кусочка. Для многих даже книги «Женец на Архипелаг Гулаг», даже «Шаламова», даже «Жизнь и судьба Гроссмана» остаются малопонятными и малоприемлемыми. Они верят так же, как верили в этот роман «Ролан», скажем, которого трудно заподозрить в дурости или глупости, как многие другие люди. И вот эти люди светлую идею равенства и общего благоденствия полностью уверовали. В том-то и дело, что если к городу Солнце Кампанелы мы все давно относимся как к утопе, и мы это учили в школах, то к этому до сих пор есть отношение как к возможному реализуемому проекту. А то, что при его реализации строятся концлагеря, то, что уничтожаются все инакомыслящие, все непохожие, все любые. По религиозному, по социальному, по расовому принципу. Принцип включается абсолютно любой. Но нет ни одной страны на территории всех континентов. Единственное, пожалуй, Австралия избежала пока этого эксперимента, в который не были залиты кровью. Интересно, мне прозвучала у тебя одна мысль, которую я хочу сейчас вытащить и бросить обратно, потому что она не приходила мне никогда в голову. Я когда задал вопрос, почему ты думаешь, скажем, леваки розовые и тому подобное, они обожают, восхищаются и прочее тиранами, то у меня никакой не было своей идеи. Обычно я когда задаю вопрос, я имею свои идеи тоже. А тут не было никакой. Я вдруг услышал что-то, что как бы имеет такой полный смысл для меня. А именно, левые на самом деле не уверены в себе, где-то там внутри. На самом деле они считают, что они в честной борьбе не выживут, делая вид, что они не о себе беспокоятся о других. Поэтому инстинктивно тянутся к ситуации, к правлению, при котором не от них зависит их успех в жизни. Я правильно тебя понял? Да. Окей. Тогда вернемся к еще одной фразе, которую ты начал. Извини, пожалуйста. Я еще раз подчеркнул. С моей точки зрения, очень точная строчка Евгения Тушенко. Правый или левый экстремист, он все равно экстремист. Именно поэтому я подчеркиваю. К сожалению, да, нас учили, что национал-социализм и фашизм – это право. Но есть очень хорошая вещь. В библиотеке Цюриха есть книга, где на одной странице расписались и читают практически одинаково, ну, в очень похожей списке взятых книг, временно сидят в зале. Товарищ Ульянов и товарищ Муссолин. Мы сейчас вернемся к Муссолини через секунду, потому что это очень важный момент в жизни Америки тоже, Муссолини. Сейчас объясню почему и, так сказать, спрошу свои вопросы. Но я хочу только добавить, что в манифесте рабочей национал-социалистической рабочей партии Германии, у которой лидер был, так сказать, Гитлер, Адольф Гитлер, из 21 пункта, если не ошибаюсь, может быть, 22 пункта их утверждений, 15 было взято из Карла Маркса. Абсолютно так. И больше того, об этом не принято говорить, но благостных социальных условий для немецких рабочих, чем они были в третьем рейте, сегодня даже мы, где существуют, да, только для немецких, не для еврейских, не для славянских, не для прочих других, и годные условия для немецких женщин по родам, тоже пока что еще практически не превзойдены. Для немецких. Да. Если большевики пытались построить благостность во всем мире, то Гитлер построил благостность в одной отдельно взятой нации. Всего есть два различия. Гришенька, всего есть два различия между так называемым фашизмом и так называемым, что называется, социализм коммунистического толка, то есть интернациональный. Один, это мы уже сказали, национальный и интернациональный. А второе различие очень простое. Интернациональный, так сказать, ленинского толка, скажем, да, он все отнимает, а потом ставит это вместе, а потом ты приходишь туда и должен, так сказать, работать там. А национализм, национальный социализм, который придумал Муссолини, то, что называется «третий путь», я сейчас поговорю по этому поводу, он заключается в том, что у тебя оставили средства производства дома, скажем, машины, что-то еще, но ты не имеешь права ничего с ними делать, должен за ними только ухаживать для народа, а дальше тебе скажут, что с ними делать. Вот и все различия. Перехожу дальше. У нас, так как нас интересует больше всего Америка в Америке, нормально, в Уругвай, людей интересует больше Уругвай, а в России Россия, правильно? Значит, вот есть такой любимый демократами президент Рузвеллт, его еще называют FDR, Франклин Делану Рузвеллт. Он избрался в 1932 году и просидел 4 срока в Белом доме и умер, прямо, так сказать, будучи президентом, если не ошибаюсь, в 1945 году, я могу на, может, в 1946. В 1939 году он сообщил миру, что Муссолини, экономический гений, Муссолини, экономический гений, distinguished gentleman, это я беру из его, так сказать, то, что он по-английски сказал, и что он, Рузвельт, будет пытаться вводить в США такую же систему, которую Рузвельт назвал третий путь. То есть, не коммунизм и не капитализм. Ну, не нравился Рузвельту капитализм, а вот социализм Муссолини ему нравился. И в 1944 году он решил ввести в Соединенные Штаты Америки социализм и анонсировал второй кодекс прав человека, назвав его экономическим кодексом. Я, Гриша, сейчас немножко углублюсь, что я знаю, что ты знаешь, но я хочу, чтобы зрители тоже были в курсе, а потом задам свой вопрос. Хорошо, я там буквально 3-4 минуты постараюсь людям описать, что это такое. Значит, вот, вот что предлагалось. Для достижения того самого счастья, к которому Конституция призывала, наша Конституция американская, стремиться, необходимо, утверждал, значит, ФДР, достигнуть равенства. И для этого он призывал, первое, предоставить каждому человеку право на работу. То есть, тебе государство будет платить теперь не по безработице, если ты не можешь найти работу, а нормальную зарплату, если ты вообще ничего будешь делать. Ну, просто СССР, да? Второе, право зарабатывать такие деньги, которых хватило бы там на еду, одежду, жилье, на развлечения. То есть, не столько, сколько ты стоишь на рынке, что ты умеешь, там, приносишь Польшу, а сколько, чтобы на все хватало. Третье, значит, уничтожение монополий, больших, маленьких, то есть, ты придумал, как лучше делать стулья, у тебя весь твой город, в котором ты живешь, их покупает, а у других нет. Приходит власть и закрывает твое производство, потому что из-за тебя другие, кто продает хуже и дороже, не могут зарабатывать. Право фермеров на достаточный доход, то есть, субсидирование. Право на бесплатную, там, медицину, на полное социальное обеспечение, на обучение на всех уровнях, там, да-да-да-да-да-да. Вот, вопрос к тебе. Вот, с твоей точки зрения, FDR, он кто по убеждениям? Капиталист, консерватор, фашист, социалист, анархист, монархист? Хороший очень вопрос, и, на самом деле, по-моему, вопрос непростой, потому что вот эти вот почти четыре срока, уникальные в истории американской государственной власти, безусловно, преобразовывали человека, плюс те события, которые были в мире. Он увлекался не только Муссолини, но, в общем-то, и Гитлер был достаточно симпатичен. Да. Не очень симпатичен был дядя Джо, Сталин и Советский Союз. Но потом, когда удалось поднять волну страшной трагедии еврейского, прежде всего, но еще и цыганского, на самом деле, народ о цыганском обычно забывают. Да. Удалось повернуть это немножко в другую сторону. Это был сложный процесс, потому что нельзя сказать, что Франкмен Долоно Рузвельт уж очень так любит евреев. Хотя, но не считаться с еврейским лобби Соединенных Штатов Америки он не мог. Поэтому он менялся. Думаю, думаю, что в глубине души ему, конечно, было любезно. Да. Именно определенные социальные реформы при высшей власти его или его партии. То есть, в какой-то степени, я думаю, что если бы он имел такую возможность, отказаться от так называемой многопартийной, а как обычно представляют в Советском Союзе и в современной России двупартийной системы Соединенных Штатов Америки, ему могло показаться бы тоже вполне любезно. И прийти к единомыслию, единоверию. Конечно, Конгресс ему мешал. Конечно, мешал. Вот в этом. Другое дело, что американский закон и, в общем-то, свобода, которую восприняемал каждый американский гражданин, пребывая в этот континент, потому что большинство самых первых пионеров, они избавлялись от тех пут, от тех оков, которые их сковывали в Европе или в других странах. Понятно, я не говорю о тех страдальцах, которые прибыли в свое время в Штаты Америки и Западе, именно тоже в цепях. Но большинство остальных пребывали, именно избавляясь от тех или иных цепей, которые их сковывали на их исторических родинах. И вот это вот чувство свободы американской не позволило, и думаю, что никому другому не позволит в обозримом будущем построить в Соединенных Штатах Америки эксперимент, подобный тому, что был построен в России. Вот это точно совершенно... Мне кажется, что в Германии или в фашистской Италии. Да, Гришенька. И он был невероятно силен в четыре срока, после него сразу же ввели, так сказать, запрещение четыре срока сидеть. Вот. Я извиняюсь, тут у меня что-то с телефоном происходит все время, кто-то пытается звонить, я никак не могу вырубиться. Значит, но гениальная американская система не дала, вот, так сказать, ему возможности, при том, что он был потрясающе, так сказать, обладал огромной властью. Представляете себе четыре срока, да? Да. Значит, тем не менее, эта система не дала ему возможности ничего сделать. Он что-то провел, какие-то законы все равно, но, так сказать, чем-то он испортил, что-то он внес. Мы потом много лет освобождались от этого. Но все-таки вот сломать он систему не смог, поэтому у нас гениальная конституция здесь, которую практически или почти невозможно, что называется, перерубить. Вот. А теперь давай перейдем чуть-чуть ближе к, так сказать, к мысли, которую я пытаюсь сегодня провести. И скажи, расскажи нам о ситуации, которая сложилась к концу Второй мировой войны и о том, как создавался новый мировой порядок. Я имею в виду, там, Тегеран, Потсдам, Ялта, ООН там и тому подобное. Ну, то, что война чудовищная, горе, которое приносит людям любой национальности, любого подданства, ничего, кроме горя, это аксиом, которую, я считаю, не нужно доказывать. То, что в войне могут побеждать политики или политические течения, это тоже очевидная вещь. То, что Советский Союз, благодаря Второму фронту, смог набрать к концу войны огромную техническую военную мощь, которая и так была достаточно большой, даже на начало Второго этапа Второй мировой войны, которая называется в Советском Союзе Великой Отечественной войной. Это сильный аргумент. То, что мировое сообщество было поражено тем героизмом советских солдат, который был проявлен в ходе любых сражений, особенно после того, как более-менее направление удара, направление течения войны перешло на запад, в западное направление. Я извиняюсь за некоторую косноязычность, все-таки у меня глубокая ночь. Прошу простить меня... Нет, вполне. Пока все нормально. ...моих, наших радиослушателей и зрителей. Вот все это, да, и незнание того, что очень многие, если не сказать, что все победы, которые одержал Советский Союз во Второй мировой войне, достигались прежде всего гигантскими человеческими жертвами, о чем гениально написал Виктор Астафьев, Порис Васильев, Бакланов, ну, перечислять писателей можно долго. Это привело к тому, что уже на периоде, даже начало переговоров по Второму фронту, Сталин как бы сел за стол с некоторыми козырями, которых не было у его соферных. Когда Черчилль произносит фразу, что если бы с Гитлером воевал дьявол, он был бы на стороне дьявола, ну, примерно так она звучала, я сейчас поправлю, не цитирую, смысл передаю, то у Сталина уже появляется определенный козырь, когда именно англо-американское союзничество позволяет повернуть взгляд мировой общественности, мировых государств именно в сторону антибитлеровской коалиции. А я хочу напомнить всем, что 22 июня 1941 года границу Советского Союза пересекли далеко не только немецкие войска, а это были войска практически в 20 с лишним странах. Это не надо забывать. То есть в первом этапе коалиция гитлеровская была намного более огромна. И именно вот этот вот поворот, когда Вторая мировая, она стала мировой, когда в нее вошли, да, далекие очень страны, хоть до Южной Африки и Австралии, да, конечно, они входили не таким огромным численностям, но тут важным был именно объединяющий ситуации. Ну вот смотри, Реша, полсекунды, я прошу прощения. Ну вот кончилась война, сели, так сказать, главные победители. Это очень не кончилось. В 43-м в Тагеране уже начинается закладываться вот это разделение мира между великими победителями. Им понятно, что будет одержана победа. Начинается разбор мира, который Сталин переиграл, не мог не переиграть, потому что количество вот этого вот человеческого мяса, брошенного на весы истории, было такое, что сопротивляться этому западное сообщество не могло, потому что каждый человек, каждый солдат в западной армии все-таки стоит намного большую цену. То есть ты хочешь сказать, что из-за того, что Запад воспринимал потери России по-своему, а не как в России, в Советском Союзе, когда миллион человек ничего не значил вообще, да, бросали под любое колесо. Поэтому Запад сам себя поставил в ситуацию зависимую или более слабую, чем Советский Союз, и таким образом дал переделать мир. Да, с моего исключения, Запад был не готов противостоять вот этой баснословно не имеющей прецедента в мировой истории цене, которую Советский Союз готов был заплатить за мировое господство. Ну и тогда получается, что Советский Союз выиграл войну, несмотря на то, что он, так сказать, выиграл войну, точка. Да. Потому что... Он никогда бы ее не выиграл, если бы не создалась большая антигермская коалиция. Да. Значит, Советский Союз выиграл войну, присоединив к себе огромные территории, пусть он формально не назвал их своими республиками, но, тем не менее, они, что называется, жили как марионетки и двигались в том темпе, в котором Сталин или последующий... Да, свою собственную территорию он тоже несколько расширил, потому что именно после этого все-таки так или иначе согласились и с тремя балтийскими странами, и с долгим нахождением советских войск на территории Финляндии. Появилась Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия, присоединены были острова Курильской гряды и так далее, так далее. Нельзя сказать, что Тува стала частью Советского Союза и так далее. Да, я лично вот жил в Санкт-Петербурге, туда Ленинград, да, и уезжали мы на лето куда? В бывшую Финляндию, Карелия, которую оттяпали от Финляндии, и все с этим согласились, в том числе и Финляндия. Ну да, потому что, хотя Советский Союз за эту неизвестную войну заплатил страшную цену, потому что потери там примерно один к шести, один к восьми по этой территории были. Ну да, ну так сказать, что называется потери Советского Союза, с моей точки зрения, никакого отношения не имели к праву Советского Союза угнетать еще там 20 стран. Ну это, так сказать, было... Итого, Тигран, Потсдам и Ялта перевели к созданию нового мира, нового порядка. И мы уже теперь знаем, что сидел за столом один, ну назовем его, так сказать, там, социалист коммунистического толка, хотя Сталин, так сказать, ну неважно, допустим, да, вот, второй человек, ФДР, который был социалист, ну довольно близкий к Муссолини, то есть с нашей точки зрения фашистского толка, да, то есть третий Путин. Мог симпатизировать. Да, конечно, симпатизировал идеям, а не, ну может быть, чему-то еще, то есть не был. И единственный человек, который с нашей точки зрения мог, значит, каким-то образом противиться чему-то, был Черчилль, который, конечно, имел не один голос, а полголоса против, наверное, так сказать, четырех голосов двух остальных. Уже Англия к этому моменту не была великой державой. Я, так сказать, чуть-чуть буду двигаться вперед, потому что, во-первых, ой, кстати, у нас сейчас должен быть перерыв, а так что мы сейчас уходим на перерыв и сразу же после него снова продолжим. У микрофона Леон Вайнстайн, нас в гостях Григорий Амноэль, продюсер, кинорежиссер, политик и журналист. Мы продолжаем нашу беседу, а еще полчаса мы будем с Григорием разговаривать, а потом с удовольствием примем ваши звонки. И я перед этим дам всем номер телефона. Гриш, я думаю, что ты знаешь, что Гитлер предлагал Рузвельту евреев в Германии всех посадить на корабли и перевезти в США. Знаешь, что Рузвельт... Ну, конечно, да, и знаю, что это известно, что западные страны не принимали эти корабли. В конце концов, многие погибли на этих кораблях. Вот Рузвельт отказался, и евреев привезли в другую сторону, привезли в Освенцин. Значит, а что ты знаешь от Тедди Кеннеди? Извини, в Аушвиц. Освенцин – это город. А лагерь – Аушвиц-Беркенау. Давай договоримся уже. Договорились уже. И использовать советскую пропаганду. Лагерь – Аушвиц-Беркенау. Окей. Что ты знаешь от Тедди Кеннеди, о его обращении к Андропову? Зачем? Кто? Как? Что предлагал? Значит, Тед Кеннеди – демократ, сенатор. Младший брат двух убитых Кеннеди. Ну, думаю, что то, что рассказано обо всех подобных ситуациях в книге Владимира Буховского, является самым точным рассказом. Здесь очень трудно что-нибудь добавить, а просто лучше адресовать наших уважаемых зрителей книги «Московский процесс». Пускай они ее прочтут, им станет понятно. И более того, круг будет очень расширен. Он далеко не исчерпывается поступком Теда или еще кого-либо другого. Так как нам сейчас надо разговаривать и программу вести, то люди прочтут книгу потом, а сейчас тогда я скажу в нескольких словах. Тед Кеннеди, собираясь бороться с Роналдом Риганом за президентское кресло, обратился к Комитету государственной безопасности России для совместных действий Демократической партии Америки и Комитета государственной безопасности Советского Союза. С тем, чтобы не допустить вот такого плохого, нехорошего президента, республиканца, консерватора до власти, а в обмен на помощь, какая была помощь, КГБ могло много чего начать делать для этого, обнародовать какие-то вещи, врать и тому подобное, с тем, чтобы навредить Регану. В обмен на это было обещано, что Комитет государственной безопасности и Советский Союз получат совершенно другое освещение в местной прессе, туры Андропову по Америке, книги. И было обещано, что вся пресса, которая, как Кеннеди сказал, она у нас в кармане вся, будет писать восторженные статьи о работе КГБ и делать вид, что Советский Союз это просто кролик пушистый, который надо гладить и который никогда никого не укусил, а во всем виноваты республиканцы американские. Вот. Значит, правильно, приблизительно, да? Да, конечно. Да. Вот. А теперь ближе тогда к нашим делам. Вот ты мне сказал, когда мы с тобой беседовали, что Кремль хотел Хиллари в качестве президента, а не Трампа. На самом деле я тоже так считаю. Ну вот объясни, почему ты так считаешь? Ну потому что достаточно посмотреть на, что называется, политический путь Хиллари в должности госсекретаря. Она несколько раз встречалась с руководителями Российской Федерации. Ни одних из этих переговоров Хиллари не выиграла. Количество компроматок, которое накоплено в спецслужбах Российской Федерации против Хиллари, более чем избыточно. Никакие условные существовавшие или несуществовавшие девушки в постели на конкурсе красоты во время приезда Трампа в Российскую Федерацию даже не составляют сотой части того, что можно было бы предъявить. Извини, ты предполагаешь или ты знаешь, как человек, который к Думе имел непосредственное отношение? Да, это настолько известная и понятная вещь, потому что во всех, еще раз подчеркну, посмотрите любые переговоры, которые проводила Хиллари с любым руководителем Российской Федерации, как с президентом, так с премьер-министром, министром иностранных дел и так далее. Все эти переговоры пронегранны для государства, но не для Хиллари. То, что Клинтоны использовали политическую власть как форму личного обогащения, что очень близко на самом деле к той системе, которая начала строиться при Брежневе и которая достигла своего великолепного развития в постбрежневскую эпоху. Они замечательно находили и находят общий язык, потому что покупается все, что продается, а продается все, за что могут дать хорошую цену. И вот этот вот союз, казалось бы, построен на рыночных отношениях, но подкрепленный еще дополнительной информацией, которая есть у спецслужб, который всевидящий, всеслышащий и всезнающий дает великолепный результат. И у Трампа, против Трампа, Российской Федерации в любом случае намного и намного и намного меньше. Если бы было что-то, это бы давно использовали. Все эти вбросы насчет девушек, с которыми он якобы спал, опять же, если бы Трамп выглядел как голубой чулок, это могло бы ударить по его репутации. Но человек, который вел конкурсы красоты, у которого молодая жена далеко не первая, который, в общем, всегда был таким бом-ван-ваном, таким полуночным ковбоем, даже можно сказать так. Для него это не шантаж, для него это не аргумент против. Я думаю, что просто идея, извляюсь говоря, своим языком, пригласить двух проституток, чтобы они написали на кровать, настолько неамериканская, настолько чуждая. Это такая придумка ГБ-шная, ФСБ-шная какая-то. Это восточная, это очень популярные какие-то такие развлечения из японско-китайского. Да, да, да. И вот сидели придумали, что такое сделать, и придумали вот это, и очень радовались, я думаю. Теперь скажи, пожалуйста, а какие переговоры, если можешь просто вспомнить, сказать, если нет, тоже ничего. Какие переговоры, например, Клинтонша проиграла? Что это значит? Это переговоры и по политическим вопросам, и это, безусловно, по экономическим вопросам. Потому что те договоры, которые анализировали, те соглашения, касающиеся не всегда двухсторонних отношений, а отношения к третьим странам и к третьим проблемам, где Российская Федерация и Соединенные Америки сталкиваются. Это есть и Ближний Восток, это есть и Дальний Восток, это есть, безусловно, Восточная Европа и так далее. Они все, посмотрите результаты, они все в пользу Российской Федерации. Ну вот у нас очень, так сказать, сейчас среди, назовем, правых, там, консерваторов, республиканцев, бытует вот такая, так сказать, идея, рассказ о том, что 20% американского урана, право его добычи, которое было передано, так сказать, некой канадской фирме, которую перекупили русские, и им, как бы, так сказать, подтвердили разрешение копать, добывать у нас уран, это было сделано за большие деньги, которые Хиллари в свой фонд получала, а у нее, так сказать, из фонда в личный карман легко они перетекали. Что-то тебе известно по этому поводу? Ну, это один из тех фактов, который, в общем, как бы достаточно широко известно, или достаточно, скажем, широко обсуждается. Здесь, наверное, самое точное упоминание русской поговорки. «Нет дыма без огня». И то, что... Не знаю, потому что про Трампа очень много дыма, а огня мы пока еще ни разу не видели. Про Трампа очень много дыма, но Трамп ведет свою избирательную кампанию, так ли, в большой степени, на те деньги, которые из его кармана, или которые он, как продюсер, смог привлечь. Да. Такой степень это его дыма. Да. Хиллари, пускай кто-нибудь скажет, сколько положила из своего собственного кармана Хиллари на свои железы. Хиллари, нет, да, Хиллари ничего не положила из собственного кармана, Хиллари за время, что она была. Правильно. Вот вам доказательства поведенчатой манеры. Еще раз говорю, то, что, считай, Клинтон политику использовала исключительно в цели собственного обогащения, ну, это пока еще не доказательство того, что... Что касается конкретики, для того, чтобы вот так вот положить что-то, нужно действительно проделать ту работу, которую проделал Владимир Быковский, и получать доступ к тем документам, на которых стоит много разных грифов, все секретно есть до прочтения и так далее, и так далее, и так далее. Но есть анализ, который показывает определенную направленность. И вот здесь вот с этим очень трудно спорить, с этим очень трудно что-то поделать. Положить против него, против анализа, умения анализировать что-либо очень сложно. И анализ может ошибаться, но бывает недостаточно редко ошибается. — Это как правильно поставленный диагноз врачом. — Окей. Значит, тогда огромная просьба. — Безусловно, в данном случае мне сразу равенство между собой и доктором. — Тогда огромная просьба. Значит, написать статью о том, о Клинтон и... То есть твои доказательства или твоя логика, твои умозаключения, может, не твои, а какие-то общие, того, что, значит, российская власть, там, называя ее Путиным, называя ее Кремлем, называя ФСБ, хотела Клинтоншу больше, чем Трампа. Мы от тебя... — Смотри, я приведу очень простую вещь. В то время, как в Российской Федерации на всех каналах встречалось «Здравствуйте, Трамп!» и «Вперед, Трамп!» на самом деле во всей русскоязычной прессе не только... Ну, прежде всего, в Соединенных Штатов Америки, а я в это время был в Соединенных Штатов Америки, в основном, поддерживалась Клинтон. А пресса это на самом деле... — Интересно. Да, да. Я проверю. — Очень многие представители этой прессы бывают регулярно хотя бы раз в Москве на так называемых конгрессах русской прессы. — Совершенно точно. — Там они не только обсуждают. Там их еще... Кто девушку кормит, тот девушку и танцует. — Ну, конечно, их оплачивают там. А более того, мы знаем, что целый ряд средств... — Мы об этом очень много говорили с Виктором Таппайлером. — Ага. — В тот период, когда шли предвыборная борьба. — Да. Интересно. Я об этом не задумывался тоже. То есть русскоязычная пресса, как мы знаем, как минимум на 60-70% находящихся в Америке, в Израиле и в других странах, принадлежит либо напрямую, что называется, Кремлю, либо тем, так сказать, нехорошим дядям и тетям, которые... — Простым, принятым в Москве в том числе, лозунгом называется «русский мир». — Русский мир. Совершенно точно. Да. Вот. То есть, с твоей точки зрения, у Хиллари были деловые... Ну, кроме, так сказать, блэкмейла, то есть шантажа, который, так сказать, из-за ляпов, из-за глупостей. Она дважды свой телефон якобы теряла, совершенно секретный. Куда-то он пропадал, в каких-то машинах она их оставляла. Она вообще, так сказать, свой сервер держала где-то там у себя в каком-то шкафу платяном. В черте, что происходило. Значит, и вот из-за всего этого, так сказать, у России набралось достаточно много материала для того, чтобы, если и когда она станет президентом, можно было ей предъявить небольшой счет и влиять таким образом на ее политику. Это первое, что ты говоришь, да? Более того, поскольку в России принято называть руководство альфа-самцами, то для них, соответственно, самка была бы тоже очень удобным полем применения своих альфа-самецких... Альфа-самцовых качеств. Понятно. Да, самцовых качеств, да. А если что-то в России... А столкновение с таким же альфа-самцом, каким является Трамп, о чем мы уже с тобой говорили, куда менее приятно. Особенно еще учитывая рост Трампа. А что бы, с твоей точки зрения, происходило вот, так сказать, в мире не так, как происходит сейчас, если бы... Такая игра, если бы Клинтонша оказалась, так сказать, вот победительницей и стала первой президент шесть Соединенных Штатов Америки? Ты знаешь, мне проще ответить на вопрос не, что бы происходило в этом случае, а мне проще ответить, что бы происходило, если бы немножко по-другому президент Соединенных Штатов Америки повел себя во время саммита НАТО в Бухаресте. Если бы тогда Грузия, Украина, Молдова получили как бланш к вступлению, как это получили в свое время Балтийские страны, Польша, Чехия, Венгрия... Ты имеешь в виду обамовские времена, правильно? Да, я имею в виду обамовские. То есть Клинтонша в обамовские времена. Да, скажи. Я уверен, что если бы тогда в Бухаресте Соединенные Штаты Америки проявили большую принципиальность по данному вопросу, то мы бы не имели всех тех горячих точек и всей той страшной ситуации, которую сегодня мы имеем. Мы не имели бы ни потери одной трети территории Грузии, мы не имели бы украинской проблемы, которая чудовищно гигантская, на самом деле каждый день пожирает чьи-то жизни. Думаю, что мы даже бы сирийскую ситуацию имели бы совсем в другом развитии. Я понимаю, я извиняюсь, я тебя хочу спросить что-то. Дело в том, что мы стоим на одних, на схожих позициях в этом смысле, но аргумент другой стороны следующий. Когда Советский Союз стал завозить на Кубу ракеты, то это отдельная страна Куба ни о каком отношении к Америке не имеет, но Америке это шибко не понравилось настолько, что оно стало устраивать, так сказать, вокруг, так сказать, блокаду не дало, так сказать, привести ничего на Кубу. А в то же самое время, когда Россия делает то же самое и говорит, так сказать, не смейте там организовывать на наших границах в Украине, там в Грузии, в Польше и в других странах у нас на границах вашей базы НАТО с ракетами, то мы говорим, какое они, мол, право имеют. Вот что, какой, так сказать. Потому что это и было как бы базой того, что правительство Обамы, администрация Обамы сказала, ладно, не будем разрешать тем странам никуда залезать, так сказать, все будет как вы хотите, потому что мы понимаем эту ситуацию. Пример, часто встречающийся на российских шоу с тобой приведем. Значит, ну давайте вернемся к кубинскому, к карибскому кризису. Во-первых, размещение советских ракет следует практически одновременно с размещением американской ракет в Турции на границе с Советским Союзом. Окей. Это раз. Второе. Руководительность стран с обеих сторон, и Никита Хрущев, и Джон Феджеральд Кеннеди являются людьми обожженными войной. В самом прямом смысле. Никита Хрущев потерял своего сына, и это серьезная потеря для любого человека. Да, конечно, а тут старший франк. Джон Феджеральд Кеннеди даже был, в общем-то, ранен в 22-й мировой войне. То есть тоже знал, что на войне гибнут не только какие-то имя рек солдаты, а часто она проходит мимо себя, мимо тебя. Дальше. Революция на Кубе была достаточно неожиданной для Соединенных Штатов Америки, по крайней мере. Но расценивать ее как большую угрозу Америка не готова была полностью. И только вмешательство в эту революцию Советского Союза, которая напомнила старую идею еще 1917 года об экспорте революции, привело к некой, мягко говоря, настороженности и реакции на это. Что мы имеем в противовес этому сегодня? Часто упоминаемое, якобы давшееся обещание не расширять НАТО. Но НАТО не расширяется. НАТО расширяется благодаря только тому, что страны изъявляют желание и на своих референдумах, своим руководством подтверждают желание вступить. НАТО, нравится это кому-то или не нравится, все-таки организация максимально консолидирована демократически. То есть, где каждая страна имеет право своего голоса. И беда Советского Союза, беда России в том, что и страны Балтии, помнящие про 1939 год, и Польша, и Венгрия, и Чехия, и все остальные страны, которые вступили после 1991 года в Североатлантический Союз, таким образом пытаются гарантировать неповторение страшных страниц своей собственной Я понимаю, но с точки зрения России поставить в Грузии, сразу же должен сказать, моя жена грузинка, более того, Гриша с ней вместе работал с этой грузинкой. Вот, значит, у нас оттуда как бы идут всякие корни знакомства. Так вот, с точки зрения России поставить в Грузии ракеты абсолютно то же самое, что с точки зрения Америки поставить ракеты на Грузии. Нет, потому что это перевертываешь немножко. Дело в том, когда мы говорим о поставках ракеты, но любая военная база, которая есть у любой из этой страны более или менее оснащенная, она автоматически является военной базой НАТО. Нету каких-то особо специальных баз. Они все создаются на... Да-да, на Кубе стояли ракеты Варшавского блока. НАТО много десятилетий назад подчеркнуло никаких территориальных претензий к Российской Федерации. Ни у одной из стран НАТО нет. И войны НАТО с Россией не планируют. Но так как Путин считает, что они такие же лгуны, как он, то он не верит ни одному их слову. Если вы купили не прямое зеркало венецианское, а кривое, то это ваша проблема, а не тех, кто привык смотреть в обычное зеркало. Гриша, значит, у нас еще пять минут, четыре минуты нашего разговора, потом попросим людей звонить. У меня такие очень быстрые вопросы. Вот с твоей точки зрения, россиянам, им нужна свобода или все-таки им нужен строгий, справедливый, с их точки зрения, царь? И если свобода нужна, то что это за свобода, которая им нужна? Россиянам, так же, как всем остальным людям на Земле, нужна свобода. Беда заключается в том, что абсолютная большинство россиян не очень хорошо понимает, что такое свобода. Кто-то путает это с анархией, кто-то это путает с вседозвольностью, кто-то это путает еще с чем-то. Нет понимания того, что такое свобода, потому что в течение многих столетий, к сожалению, большинством народа это понятие. Нет условия того. Давай я заменю слово понимание на слово понимание. не головой понимание, а чем-то другим. Нет. Это просто пустое слово. Я с тобой совершенно согласен. Свобода для нее пустое слово. Я подчеркнул очень важную вещь, которая была заложена во всем советском образовании. Оно все было построено, в принципе, на заучивании, а не на анализе. В Советском Союзе, к сожалению, анализу учили, но, скорее всего, только в высшей школе ХГБ. Понятно. Вот в этом и так. Ну, может быть, ГИМО и то не все. А я думаю, что они только в науках такое позволяли. И ни в коем случае нигде, ни в каком другом месте. Я об анализе физическом или биологическом не говорю. Это другая вещь. Я говорю нашему. Они даже не давали этим способностям развиваться, если только ты не шел в элиту математическую или еще какую-то. Теперь скажи мне, почему, с твоей точки зрения, россияне готовы жить в говне, но чтобы там лишь бы держава была сильная? Почему они готовы так много долго терпеть? Потому что они абсолютно убеждены средствами пропаганды и всем в том, что самая важная ценностью их жизни является то, что они же граждане великой страны. При этом то, что цена их конкретной, каждого гражданина, в том числе на самом деле и президента страны, который единственный смог сказать фразу «я работаю как раб на галерах», я не могу себе представить, чтобы даже президент малюсенькой африканской страны повторил эту фразу на своем родном языке для граждан. И это не шутка, это крик души, потому что на самом деле несвободными в России являются абсолютно 99,9% граждан. В том числе и надсмотрщики, вот что ты хочешь сказать. Значит, разница между надсмотрщиком и зэком очень небольшая. Да, да, да. К сожалению. Я помню, мне рассказывали, что при Сталине люди по всей России, чиновники, боялись уйти с работы, потому что существовала вероятность одна на миллион, что в кабинете зазвонит, так сказать, сталинский телефон, и что-то он спросит. И пока Сталин не уходил спать, вся страна, все чиновники боялись идти домой. Это немножко утрированно, но примерно так. Есть более сильное, еще раз я подчеркну, между Воповцем и, скажем, директором лагеря, начальником, извини, директором, конечно, лагеря советского и заключенным разница очень небольшая. Он так же сослал и живет в чудовищных условиях, совсем не в таких, в каких жили начальники лагерей нацистской Германии. И уйти он оттуда без разрешения не может. Ничто он не может. Последний вопрос перед перерывом. Есть ли условия, при которых в России начнутся бунты? С моей точки зрения, стихийное, может быть, и есть, но шанс маленький. А главное, что в результате это ничего не поменяет, как и многие те бунты, которые были до предыдущих века. Пугачев не даром себя царем объявляет, Степан Ражин царем себя, Ленин переезжает в Кремль и ездит на Роллс-Ройсе, а не на телеге мгновенно. Поэтому, в принципе, все это, тот или иной возможность дворцового переворота, количество людей, выходящих и в 91-м году, и я уж не говорю о том, что происходит в сегодняшней России, мизерно по отношению к общему населению. И в этом проблема. Ментальность надо менять, надо создавать гражданское общество. Мы еще живем, с моей точки зрения, в рабовладельческом строе. У нас только светлое будущее и феодализм. Понял. Значит, мы через минуту уходим на перерыв. Хочу сказать, напомнить, что начиная вот сразу же после объявлений наших спонсоров, мы надеемся, что вы, господа, будете нам звонить. Телефон 400-5200 в студии. Пожалуйста, звоните. А сейчас мы уходим на перерыв. Послушайте наших спонсоров. Мы их любим. Из-за них у нас есть возможность с вами общаться. Добрый день. Вы слушаете передачу «Политика» у микрофона Леон Вайнстайн. Наш гость сегодня Григорий Амнуэль. И с моей точки зрения, у нас чрезвычайно интересная беседа, которая касалась Ялты, Поддама, Второй мировой войны, перескочила на Теда Кеннеди, КГБ, потом пришла Киллари Клинтон к свободе. Нужна она, не нужна. Ну а сейчас я надеюсь, что у вас появились вопросы к Григорию или ко мне. Телефон в студии 847-400-5200. Будем рады вашим звонкам. Еще раз. 847-400-5200. Мы готовы принять звонки. Пожалуйста, если есть звонки, ставьте их на «А». Алло, вы привет. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, Гриша должен знать. Григорий должен знать, кому он будет отвечать. Варвара. Варвара. У нас сегодня очень удивительный гость. Я прямо удивляюсь. Такие выводы, которые очень редко можно услышать от жителей России. И я хотела сказать, что вот у меня тоже такое мнение было насчет Хиллари. Но меня, когда я говорила об этом, обвиняли в том, что я привержена конспиративным теориям. Да. Что вы трампистка. Нет. Нет. Не поэтому. Я как раз... А, вы конспиратор. Да, да. Что вот... Но это... Вывод я пришла к этому выводу, пришла после того, как послушала Юлию Латынину, в том, что она сказала, что взлом сервера приносит выгоду только хозяину сервера. И я поняла, что так явно взломать и оставить следы можно было только для того, чтобы, ну, как бы, помочь человеку выбраться. Варвара, вопрос, в чем ты говоришь? Ну, вот у меня вопрос немножко из другой области. Вот, скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему нынешняя кагибистская пропаганда так успешно промывает людям мозги, в то время как та советская, тоже кагибистская пропаганда имела совершенно противоположные результаты? Ясно. Прекрасный. Варвара, прекрасный вопрос. Извиняюсь, что прерываю. Я думаю, что Гриша понял уже, почему путинская работает, а брежневская там до того не работала. Ну, Варвара, спасибо большое за вопрос. На самом деле, это немножко не так. Советская пропаганда тоже очень хорошо работала, и не брежневская, короче, и сталинская работала. Разница заключается вот в чем. Те люди, которые жили при Брежневе, условно говоря, мои с Леоном бабушки, дедушки, они создались еще в до советское время. А наши дети, или тем более наши жмунки, вынуждены общаться с нами, которые так ли иначе являются детьми Советского Союза. И, как точно говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, после 75 лет нашей истории, мы можем спорить с вами о том, кто из нас больше или меньше болен. Но говорить, что кто-то из нас здоров, невозможно. Мы, к сожалению, сегодня в России, вот отвечая на предыдущий вопрос Леона, перед тем, как прозвучал рекламный блог, сегодня мы не имеем даже той общности людей, которые смогли выйти в 91-м году на площади Москвы, Ленинграда и так далее, других городов. Сегодня совершенно другая ситуация. Сегодня многим нужно пробуждение. Более того, сегодняшняя зависимость от экранной культуры, экранной, я имею в виду, и телевидение, я имею в виду, словно интернет, я имею в виду, все намного сильнее. Агрессивность сегодняшней пропаганды, как вам не покажется странно, намного более сильная. Современные пропагандисты очень многому научились, в том числе на Западе. И Алексей Пушков, и Киселев, и очень многие-многие другие, и Симонян, они научились всему тому, чему их научили, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Они замечательно владеют этим, в отличие от многих советских замечательных журналистов, у которых мы, если вы вспомните нашу юность, смотря Зорина с его рассказами об Америке, или тем более Таратуту, что более позже, мы могли, несмотря ни на что, находить те зерна, которые нам нужны, и что-то анализировать. Мы воспитывались в других семьях, в другой ситуации. Это первое. Вторая очень важная вещь. К сожалению, то, что произошло в 1991 году, селяло огромную надежду. И этим надеждам очень быстро не суждено было сбыться. Люди оказались, многие, действительно у разбитого корыта. И поэтому их так легко уверить, что Советский Союз, гарантировавший хоть какую-то кашу в это корыто, является светлым будущим, а не страшным прошлым. Сегодняшние люди ностальдируют по Советскому Союзу. И самое страшное, что это не только наши ровесники, знающие, что такое Советский Союз, это зачастую даже молодежь. В этом проблема. Да. Гриша, я извиняюсь, я прерываю. Я думаю, что ты ответил уже на этот вопрос. А у нас целая линия людей, которые хотят еще что-то спросить. Я думаю, что можно подытожить приблизительно следующим образом. Сейчас намного более профессиональные, всеобъемлющие действия пропаганды. Это раз. А второе. Россия перепрошла через разочарование. А мы когда жили, у нас была надежда. Нас было сложнее уговорить. Я добавлю только одно. На сегодняшнюю пропаганду тразится намного больше денег, чем в Советском Союзе. На всю прессу вместе взятые. Единственные статьи, которые не попадают в секретарь при всех тех проблемах, которые существуют с бюджетом Российской Федерации, это статьи, связанные со СМИ, с пропагандой. Понятно. Хорошо. Варвара, если вы еще на линии, спасибо огромное. Мы сейчас будем, что называется, принимать следующие звонки. До свидания. О, она у нас ушла. Так. Да-да. Значит, у нас... Да, у нас, я так понимаю, есть еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Рассорвался радиослушатель. Я думаю, что он сможет перезвонить на телефон 847-400-5200-4000-5200. Да, 847-400-5200. Тогда у меня, значит, пока люди перенабирают, у меня будет тоже вопрос. Вот мы разговаривали, значит, когда с тобой перед передачей. Ну вот, все уже, снова вернулся звонок, так что сейчас примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела воспользоваться возможностью задать еще один вопрос. Окей. Скажите, пожалуйста, что произойдет, если вдруг Путина хватит инфаркт, инсульт, и он выйдет, как говорится, по здоровью из строя? КГБ найдет ему двойника, или вся эта система развалится? Или они, может, просто его заменят каким-то другим своим человеком? Окей, спасибо. Гриша. Я понял, спасибо. Это немножко продолжение, действительно, предыдущего вопроса с конспирологией. Сразу скажу, что я в двойников, тройников, четверяков не верю. Не буду сейчас объяснять, почему. Скажу только одно. Это очень опасно иметь двойника, не который, как кукла, тебя заменяет в автомобиле, а который вместо тебя говорит. Его очень легко использовать. Ни один здравомыслящий, хоть немного, политик на это не пойдет. Заменить Владимира Владимировича Путина никаких проблем нет. Двадцать с лишним лет назад никто в стране, ну, то есть, абсолютно меньшинство знали, кто такой Владимир Владимирович. Я знал, я знал, да. Нет, мы в Ленинграде знали, но, условно говоря, в Иркуте уже значительно меньше и так далее. А в Магадане еще меньше. Да. Люди, когда создана сплеяда, основа того, что совершило ФСБ, что совершило КГБ, это воспитание и приведение номенклатур во власть людей, которые, в принципе, друг от друга не отличаются. Там отличия очень микроскопические. В остальном политика сегодняшнего дня будет продолжаться. Более того, если это придет значительно более молодой человек, то, скорее всего, она будет еще более агрессивна, что более свойственна просто более молодым людям. Поэтому перспектива, еще раз повторюсь, до тех пор, пока не поменяется ментальность, пока не создается и действительно не начнет действовать гражданское общество, пока не будут консолидированы демократические, не в советском понимании демократии, а в реальном понимании демократии, силы, никакой хорошей перспективы нет. Независимо от того, хорошее будет здоровье или плохое у Владимира Путина. Да, совершенно согласен. Варвара, спасибо большое. Дадим возможность, что называется, другим людям прозвониться. Гриш, я совершенно согласен. От перестановки в данном случае, совершенно точно от перестановки слагаемых суммы никак меняться не будет. Один Путин, другой Путин. Я совершенно согласен, мне давно, так сказать, пришла в голову эта мысль о том, что нельзя держать двойника, который не просто двойник похож там издалека, из окна машины, а действительно является, что называется, полным двойником. Это почти подписать себе смертный переговор. Абсолютно. Потому что, потому что, потому что, потому что кому-нибудь обязательно очень захочется дергать этого двойника за веревочкой, а дергать его за веревочкой может только кто-то убрав. Кто его привел. Да. Совершенно точно. Кому он обязан? Все правильно. Вот. Значит, возвращаясь к Хиллари Клинтон. Я, для чего я поначалу начал говорить о Франклин Делану Рузвелл, потом перешел к Кеннеди, а потом протянул это к Хиллари, а еще в самом начале задал вопрос, так сказать, почему, собственно, люди социалистической или там, так сказать, левацкой наклонности так преклоняются перед диктаторами. Потому что я все время хочу, как бы, сегодня пытаюсь провести мысль о том, что где-то в подсознании демократической партии, и даже более того, я бы сказал, левого крыла демократической партии, потому что полно, так сказать, хороших нормальных людей, так сказать, посмотрите, я не знаю, там, в Дашкевиче, да? Вот. Заложено что-то странное в подсознании. Может быть, потому что у них так сложилось сознание. А может, наоборот. Вот из-за этого они стали, так сказать, левыми уклонистами. А у них есть какое-то совершенно... Вот они могут, блядь, и пойти к мусульманам, которые как бы прямо противоположны их всем взглядам, всему тому, во что они верят, за что они готовы бороться, и вместе с мусульманами гробить и гнобить единственную реальную демократию на Ближнем Востоке – Израиль, в которой все, на самом деле, идеалы американцев и европейских левых есть такие же точно. Половина из них уже там, так сказать, работают, а половина в борьбе, как и в Европе это находится, сейчас, в данный момент является. Вот поразительная совершенно вот эта история, мне кажется, поэтому Клинтон, Хиллари и Биллу намного легче было договориться с их точки зрения, договориться с той точки зрения тоже, войти в какой-то сговор, договоренность, понимание, называй как угодно, с российскими олигархами и с российским строем, чем, скажем, тому же Трампу, у которого одна только идея есть – заработать хорошие деньги и жить прекрасной и интересной жизнью. Денег он много заработал, сейчас ему ужасно захотелось стать самым лучшим на белом свете президентом. Вот попробуй с таким человеком войди в сделку. В том-то и дело, что Трамп, при том, что он бизнесмен, в отличие, реальный бизнесмен, в отличие от Хиллари и Клинтон, и он очень хорошо понимает вкус денег и знает, что деньгами можно купить лучше, пожалуй, он в определенной степени защищен. Те мусульманские, или, правильно ли говорить, арабские, наверное, все-таки страны, которые расположены на Брежнем Востоке и которые приносят такую большую нестабильность в длительный период, на самом деле в основном являются молодыми странами. Более того, странами, в которых во многих были диктаторские режимы, сидевшие по 40-50 лет. В общем, любой советский руководитель мог бы только мечтать о таком сроке. Даже современные. Я извиняюсь, у нас опять звонок, который ждет, может сорваться. Давайте возьмем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я не знаю, что делал Рузвельт насчет социализма, но я знаю, что он умер, даже не прав, был в четвертом сроке. Он умер в 45-м году, еще до того, как окончилась война в Европе. Это один. А второе. Насчет того, что советские войска ввели ракеты на Кубу. В то же время на границе с Союзом ракеты были в Иране и в Турции. Нет, в Иране их не было, они были только в Турции. Окей, в Турции этого достаточно. Я об этом говорил сегодня. На границе. Да, совершенно точно. Прошу прощения, а как вас зовут, чтобы вы могли обращаться как-нибудь? Феликс меня зовут. Феликс. Феликс, прекрасно. ФДР умер во время четвертого срока, это то, что было сказано в этой передаче. Вы взяли, позвонили и сообщили нам то же самое, что вы уже сказали. Нет, потому что вы сказали, что он умер где-то в 47-м году. Секундочку. Значит, четвертый срок, мы как раз сказали, что он на четвертый срок избрался. Он не избирался на пятый, потому что умер. Феликс, Феликс. Ну, как он сделал президент Труман. Да. Феликс, говорит один человек. Хорошо? Не два. А это не я говорю. Второе утверждение. Феликс. Подождите. Пожалуйста. Значит, теперь второе ваше утверждение, что ракеты стояли с той стороны. Да, Григорий об этом сказал. Значит, вы либо очень невнимательно слушаете то, что мы говорим, либо почему-то хотите сделать вид, что мы этого не говорили. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, озвучьте его. Если нет, то вы уже сказали достаточно для того, чтобы мы поняли. У вас есть мнение, что мы чего-то не то говорим. Вопрос у вас есть? Нет. Нет. Спасибо большое. До свидания. Это нормальный человек, видимо, в преклонном возрасте, и что-то он упустил, отвлекаясь на что-то более важное и серьезное. Может быть. Я не хочу думать о том. Я думаю, что на самом деле это очень показательный звонок, потому что я могу честно тебе сказать, что иногда, выступая в Соединенных Штатах Америки, я сталкиваюсь далее же с более сложной ситуацией, ностальгией по Советскому Союзу от людей, которые живут по несколько десятилетий, и давно живут неплохо в Америке, чем все мои выступления в России. Я иногда встречаюсь, и не только в Америке, это бывает и в Европе, но и в Европе реже. В Америке это бывает достаточно часто. Да. А я еще хочу сказать, что у нас осталось ровно пять минут. Телефон наш здесь 847-400-5200. Мы беседуем с Григорием Амнуэлем. И, с моей точки зрения, ужасно интересная беседа, которая захватывает очень много аспектов одного и того же. Жизнь наша там и жизнь здесь. Чем она отличалась? Что происходит? Что произошло после момента, как многие из нас уехали из России, Советского Союза, с Украины в Америку или в другие страны? И как вообще мы на эту жизнь реагируем? Реагируем. Потому что вот совершенно с моей точки зрения, вот последний звонок и огромное уважение. Феликс, не дай бог, не подумайте, что как-то мы неуважительно к вам относимся. Я тоже человек преклонного возраста, поэтому и Гриша тоже человек преклонного возраста. Поэтому все нормально. И хорошо, что если я помню, как мою жену зовут, вот и то уже, так сказать, прекрасно. А если я, так сказать, что-то другое забыл там, ну и бог с ним что забыл. Так вот, я заметил, что довольно большое количество людей, уехавших из Советского Союза, которые давно бы умерли там, если бы оставались жить, потому что ни медицины, ни соц.обслуживания. Вы знаете что, у нас еще два звонка, давайте хотя бы один из них примем. Вы в эфире. Я хотела еще узнать, знаете, у меня сложилось впечатление, что в России изменилось отношение к войне. Когда мы там жили, для нас это было самое страшное, что может быть. Когда началась война на Украине, когда Россия начала войну на Украине, дети прибегали домой и кричали «Ура, война!». Вот чем это можно объяснить? Вы правы, в России сегодня довольно сложное пирожное. С одной стороны, конечно, есть еще слои населения, которые помнят старую поговорку, пусть будет совсем плохо, но главное, чтобы не было войны, которую утвердили все женщины Советского Союза. С другой стороны, выросли уже достаточно во взрослом состоянии, находятся поколения, для которых война это компьютерная игра или кинематограф, в которых всегда можно перезагрузиться и начать новую жизнь. Не сбрасывайте с счетов, что современные поколения прошли через Афганскую войну, через Чеченскую войну. То есть большое количество мужчин, в принципе, по-другому не представляют свою жизнь, как возможность силовым образом решать свои проблемы. Именно поэтому огромное количество трудоспособных и во всех смыслах мужчин в России являются охранниками или работают в системах органов, которых у нас 17, если мне не изменяет память, государственных организаций. И плюс почти каждая монополия имеет еще свою спецслужбу вооруженную, в общем-то, совсем неплохо. Плюс огромное количество людей, которые не имеют другого выхода. Мы вернулись практически к ситуации дореволюционной России, где для человека, родившегося не в столичном городе, сделать карьеру и как-то подняться в социальном лифте. Единственным способом является взять автомат в руки. Это неважно, кто-то берет его как бандит, что было в начале 90-х, в конце 80-х годов. Кто-то берет его, одевая на себя погоны. Это стало социальным лифтом, причем социальным лифтом для самых униженных и оскорбленных. Поверьте, москвичи или питерцы в армии не составляют, наверное, и полпроцента. При том, что население Москвы 16 миллионов. Это, извините, более 10% населения всей страны. В этом проблема. Поэтому отношение к войне совсем другое. Сегодняшние люди, более того, когда они каждый день слышат, что кругом их окружают враги, что вы от них хотите. Я последний свой фильм, когда снимал, я с человеком, который прожил почти 90 лет, долго пытался понять, а что изменилось в его судьбе 1 сентября 1939 года, при том, что его отец находится в действующей армии. Что изменилось 17 сентября 1939 года? А он не может понять моих вопросов. Потому что ничего, он в школу пошел. Гриша, мы должны заканчивать. Нам наступает уже на пятки следующая программа. Огромное тебе спасибо. Спасибо моему многословности. Нет, нет, нет. Нам каждое слово было интересно. Спасибо огромное. А вам до свидания. И я надеюсь, что мы Гришу, еще Григория, Амнуэля, еще пригласим, потому что у меня к нему куча вопросов. А он много что знает. До свидания. До следующих встреч.